В Самару прибыли еще почти 300 беженцев. Из зоны конфликта их доставили на поезде. Самарская область до конца года планирует принять порядка 5000 выходцев с Восточной Украины. На поддержку беженцев из областного бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Наш корреспондент был в числе встречающих. Прибывших пассажиров этого поезда встречают не родные друзья и близкие, а сотрудники миграционной службы. Почти 300 человек, граждан Украины, прибыли в Россию в поисках убежища. Уезжать из родного дома в неизвестность, говорят, было страшно. Но оставаться еще страшнее. У нас неспокойно, у нас на окраинах бомбят. Я не могу сказать кто, потому что я не знаю. Ведутся боевые действия, поэтому мы уехали, собственно говоря. В городе стало небезопасно. Очень страшно, очень страшно. Много убитых. Много убитых. Как только выдалась возможность уехать с Украины, люди, не раздумывая, отправились в путь буквально в чем были. С собой взяли только самое необходимое. На границе, говорят, некоторых так и не выпустили из страны. Тяжелые эти все поездки, эти все ночи, эти бомбежки. Даже в лагере были, и то рядом бомбили. Подпрыгивали. Самолет летит себе головой вверх сразу. Это непередаваемо. Это очень тяжело. Жителей Донецкой и Луганской областей в Самаре уже ждали. По спискам людей расстеляют в пункты временного пребывания. Таких в области работает 14. Самченко Галина Маркова. Боросевич Максим Юрьевич. По прибытию люди могут подать документы в миграционную службу, чтобы получить временное убежище на территории России и оформить статус беженца. Процедуру ускорили до трех дней. Особенность этого права статуса заключается в том, что по его приобретению граждане Украины могут беспрепятственно, в первую очередь, работать на территории Российской Федерации. То есть могут быть трудоустроены без оформления разрешения на работу, без оформления каких-то дополнительных документов. Ну и, соответственно, пользоваться некой мерой социальной поддержки, в том числе, которую оказывает и наш регион Самарской области. Людям также помогают в поисках работы. Для беженцев организуют ярмарки-вакансии. И почти 600 граждан Украины уже трудоустроены в Самарской области. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, События. В Самарские школы зачислят порядка 300 детей из Украины. На сегодняшний день регион принял более 4000 переселенцев, в том числе около 1500 детей. Ребята школьного возраста смогут 1 сентября начать занятия. С учебниками, канцтоварами и школьной формой семьям с Украины помогут органы соцподдержки. Родители должны просто совершенно правильно, спокойно, в таком правовом поле собрать все документы. Мы понимаем, что может не быть личных дел, что может не быть аттестатов, например, о неполном 9-летнем образовании, если дети в 10 класс пошли. И мы уже договорились с директорами, что они проведут небольшой такой входной мониторинг, чтобы определить примерный уровень знаний у ребенка. А пока школьники наслаждаются последними летними денечками и учатся находить общий язык со сверстниками разных национальностей. Более 200 ребят в этом году стали участниками фестивальной творческой смены межнационального общения «Шире круг». Второй год в рамках городской программы «Самара многонациональная» она проводится на базе детского центра «Арго». Так может петь только тот, кто по-настоящему любит свою родину. Об этом и детская украинская песня. Лиза Любина специально подготовила ее к поездке в лагерь. В течение недели в детском оздоровительном центре «Арго» звучали песни на самых разных языках – мордовском, башкирском, киргизском и других. Цель этой смены – как раз сблизить и проявить интерес у детей к творческому наследию всех народов, которые населяют Средние Поволжья, и подружить этих детей разных национальностей. В этом году в конкурсах, мастер-классах и творческих концертах свое мастерство показали более 200 подростков из 15 вокальных и хореографических коллективов. В детском лагере «Арго» участники многонациональной профильной смены отдыхают уже второй раз. Многие находят новых друзей. Мне понравились тут конкурсы, мероприятия, дискотеки. Тут очень весело было. Мы танцевали, пели, рассказывали стихи. Например, был конкурс «Литературное слово». Я рассказывала на нем свое стихотворение «Бородино». К концу заезда ребята решили заняться и коллективным творчеством. Специально для этого организовали многонациональный хоровод «Дружба» и выучили новую композицию. Мы такие разные, в этом весь секрет. Разрисуем красками этот белый свет. Мы такие разные, дети всей земли. И наполнить радостью землю мы смогли. И наполнить радостью землю мы смогли. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События. Собери ребенка в школу. Под таким девизом накануне Дня знаний судебные приставы приходят к злостным неплательщикам алиментов. На сегодняшний день только в Самарском районе областной столицы проживают более 200 родителей, не желающих платить алименты детям. 40 из них уже привлечены к уголовной ответственности. Достучаться до злостных алиментщиков во всех смыслах порой непросто. Вот и приходится приставам дежурить под окнами и дверью по 10, а то и 20 минут. Некоторые из неплательщиков даже ранним утром, как говорится, еле на ногах стоят. О том, что у них есть дети, вспоминают с трудом. Скажите, пожалуйста, ребенку вашему сколько лет? Алименты своему ребенку Иван Егоров не платит несколько лет. В итоге долг составил около 80 тысяч рублей. Другого злостного неплательщика приставы заставили, когда тот выходил из двора. Юрий Кремницкий о ребенке не вспомнил даже в преддверии Дня знаний. А причина, что мне не дают с ним встретиться. То есть я его не видел вот эти 10 лет. И мне, извините, мне некогда. Ну а сейчас-то вообще, вот хотя бы к школе соберете какие-то усилия? А я ничего не провожу, пускай жена не забудет. Несмотря на нежелание помогать собственному ребенку, рассчитываться с долгами все же придется. Об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов Юрия предупреждали не раз. Если ситуация не изменится в ближайшее время, вполне возможно, что мужчина на год отправится за решетку. Хочется отметить то, чтобы родители все-таки помнили про своих детей, предоставляли оплату вовремя и в полном объеме, чтобы детки потом не страдали. Тем более сейчас, 1 сентября, хочется все-таки как-то детишечкам помочь. Всего, по данным судебных приставов, в Самарском районе города проживают более 200 злостных алименщиков. С начала этого года 40 человек уже привлекли к уголовной ответственности. 29 должников находятся в розыске, 12 могут в ближайшее время лишиться имущества. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События. Жители 6-й радиальной улицы остались без воды. На Новосадовой произошла крупная коммунальная авария. По данным компании СКС, из-за прорыва водопроводной трубы проезжая часть заполнилась водой. Сейчас работы ведутся в авральном режиме. Воду с дороги откачали, остались небольшие участки на газоне. Компания СКС планирует выполнить часть работ до вечера, чтобы вернуть воду жителям хотя бы средних этажей. Выяснилось предварительно, что разошлись стыки труб. Аварийно-восстановительная бригада планирует часам к 7-8 стыки пробить для того, чтобы частично восстановить водоснабжение и повысить давление в тех домах, где оно сегодня резко упало. Полностью, к сожалению, сегодня не удастся восстановить водоснабжение в штатном режиме. Но завтра с утра бригада продолжит свои работы. В Самаре продолжается ремонт дворов и внутридворовых проездов. Работы ведутся в каждом районе города. 45 дворов должны быть готовы к празднованию Дня города. В остальных благоустройство должно завершиться к 1 октября. На многих территориях процесс тормозится из-за неубранных гаражей и припаркованных автомобилей. Пока ищут владельцев, многие работы выполнять просто невозможно. Также чиновники попросили подрядчиков быть внимательнее и контролировать не только качество асфальтового покрытия и бордюрного камня, но и учитывать интересы маломобильных граждан. 5 сентября административная комиссия проверит готовность дворов. Сразу два дома культуры откроются в Самаре после реконструкции уже в сентябре. Жители отдаленных поселков Прибрежной и Березы с замиранием сердца наблюдают, как идут строительные работы в зданиях, которые еще с советских времен стояли в полуразрушенном состоянии. Подробности в нашем сюжете. Творческую жизнь в поселке Прибрежной обещают не просто зажечь, а воспламенить. Стоявший много лет полуразрушенным дом культуры пламя переживает свое второе рождение. Новый фасад, новые окна, двери, мебель и современное оборудование. Здесь откроются танцевальные классы, кружки прикладного творчества, а также концертный и кинозал. В первую очередь, конечно же, кинотеатр. Как вот он и реконструкция идет, это, конечно же, кино. То есть не каждый родитель отправит своего ребенка в ту же Самару, в Тольятти. Вот здесь ребенок придет, посмотрит кино, съест мороженое, повяжет, что-то порисует. Космическими темпами продвигается и реконструкция дома культуры «Сатурн» в поселке Береза. Работы уже вышли на финишную прямую. Вице-мэр Виктор Кудряшов приехал проверить, все ли делают на совесть. Особое внимание обратил на благоустройство территории вокруг здания. Это все будет мести, да, там строительный мусор. Сейчас заборы снимают, ПДМ-ку заказывают и будут полностью. Уже в сентябре два дома культуры откроют свои двери для жителей поселков. Сейчас главная наша задача – это, конечно, наполнить эти дома культуры людьми. Это самая главная задача, востребованность очень большая. И в том, и в другом доме культуры мы планируем открыть отделение музыкальных школ. Это очень важно, потому что дети здесь не имеют возможности пока пользоваться таким видом дополнительного образования. В обоих домах культуры оборудованы залы для проведения творческих вечеров и дискотек. Звуковая и световая аппаратура уже закуплена. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События. Эстафету в фестивале цветов принял промышленный район. В сквере Родина были благоустроены не только клумбы. Тосы представили свои цветочные композиции. Клумбы, кашпо, волшебные бабочки. Оригинальные флористические композиции представили жители промышленного района. В сквере Родина развернулся фестиваль цветов. Это хорошо. Лишний повод собраться с детьми, прийти на свежем воздухе, отдохнуть. Всегда здорово. Да, здесь очень нравится. Но жалко, нет кончарного круга. А то что-то нелогично получается. Потому что для цветов нужны горшки цветочные, а их лепить из глины только. Жители района охотно откликнулись на предложение озеленить свои дворы. Многие из них занимаются благоустройством территории рядом с домом не первый год. Начинают уже не только, как это раньше было, бабушки, а и мужчины. В прошлом году у нас мальчик 15-летний разбил очень хороший цветник около дома. То есть, глядя друг на друга, люди, наверное, стараются. И чем больше будет таких мест, парков, скверов, тем больше будет цветов, тех, которые радуют нашу жизнь. Пока тепло. В воздухе будут витать головокружительные ароматы. В этом году к фестивалю цветов в областной столице высадили более миллиона однолетних растений. Валерия Квасневская, Артем Сулайманов. События. Олимпийцы оказались там, где ему и положено быть. На Олимпе. Точнее, в Олимпе. Самарский спортивно-оздоровительный и туристический центр посетили легенды отечественного спорта. Многократные чемпионы Олимпийских игр, победители мировых первенств пообщались со спортсменами, которые только делают первые шаги в мир больших соревнований. Подробности у Анастасии Зубаревой. Спортсмен должен быть решительным. Ангелина Игначук свой выбор в пользу художественной гимнастики сделала сама, осознанно. В секцию пришла позже ровесница, приходилось догонять. Но это лишь прибавило спортивного интереса. Теперь участвует во всероссийских соревнованиях. Мне сказала тренер танцев, что почему-то тебе не отдали в художественную гимнастику. И на следующий день я пошла на художественную гимнастику. И тренер сказала, что позанимаешься месяц, и если понравится, будешь дальше заниматься. И вот тянулась и занимаешься. Проект «Легенда спорта детям России» проходит в 16 регионах страны. Сама Растафету приняла указание. Оттуда по Волге спортсмены прибыли в областную столицу. Главная задача проекта – мотивировать не только тех ребят, которые основательно взялись за физическое развитие, но и тех, кто только начинает задумываться о спортивном будущем. Это те ребятишки, от которых мы завтра ждем больших побед, больших результатов. И я думаю, что в любом случае кто-то из них станет таким же олимпийским чемпионом, который сегодня у нас в гостях. Легендарные спортсмены охотно делятся своими секретами. Особый взгляд на физическую подготовку формировался годами и собственными достижениями. Я сторонник того, чтобы было разностороннее развитие с детства. Вот мы пришли к ранней специализации. Вот я противник этой ранней специализации, потому что еще неизвестно в детском возрасте, что ему нравится и что из него получится в данном виде спорта. Когда он умеет и плавать, и чуть-чуть гимнастикой, и прыжками, и лыжами, он физически всесторонне развивается. А это, мне кажется, самое главное. Уже на следующий день легенды отечественной олимпийской истории встретятся с юными спортсменами в Саратове. Анастасия Зубрева, Дмитрий Мешканцов, События. На набережной прошел второй благотворительный и любительский кубок по пляжному волейболу. Девять команд сразились за главный трофей. На спортивные площадки вышли банкиры, промышленники и сотрудники сотовой компании. После получения призов спортсмены-любители не остались в долгу перед профессионалами и подарили им спортивный инвентарь. Как учились пляжному волейболу белые воротнички, расскажет Сергей Кизоркин. Свобода, свежий воздух, игра в команде. Именно этого часто не хватает белым воротничкам в офисной работе. Продавцы сотовых телефонов команду по пляжному волейболу собрали накануне турнира. Благотворительный любительский кубок. Хотя любит физкультуру и занимаются ей регулярно. Поэтому результат олимпийский. Главное не победа, главное участие. В четырех матчах один выигрыш. Вчера встретились первый раз, поэтому сегодняшний результат, я думаю, это недостаток того, что мы недостаточно много тренировались. Заводская команда впервые на пляжном волейболе. Но у них результат получше. На три победы одно поражение. Это легко объяснить. На предприятии физкультура после работы на первом месте. Кроме волейбола практикуется баскетбол и футбол. Наши ребята, говорят, очень отличаются. Конечно, в пляжном волейболе играть намного сложнее. И прыжки, и перемещение по полю, конечно, сложнее. Но ребята наши показывают результаты. Им удается не только паркетный, но оказывается еще и пляжный. Потому что пляжный, в принципе, мы вообще играем первый раз. Потому что тренируемся мы, конечно, в паркете. Банкиры в любительском спорте – люди не последние. Внутрикорпоративные спартакиады не пропускают. Дартс, перетягивание каната, настольный теннис, легкая атлетика и волейбол. И везде им фартило. На сей раз пришлось удачу ловить за хвост. Мы, правда, вышли третьими из группы, из нашей. Но для первого раза, и учитывая, что у нас действительно все любители практически не имеют особых достижений в этом виде спорта, я считаю достойным. Первые и третьи места на благотворительном любительском кубке заняли банкиры. Серебро досталось промышленникам, но это не главное. Деньги, собранные во время турнира, пошли на покупку спортивного инвентаря для юных волейболистов Самарской области. Сергей Кизоркин, Валерий Шаронин. События. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргейс.ру. Читайте наши новости в Твиттер. Также все программы телеканала доступны для просмотра на смартфонах и планшетах. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Правительство изменило правила учета пенсионных средств на счетах неправительственных пенсионных фондов. Они вступят в силу с 1 января 2015 года. Фонд должен обеспечить отражение в специальной части пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица и отчитываться о движении по счету до копейки. И все даты учета денег должны быть также уточнены. Причем это касается не только пенсионных денег, но и средств семейного капитала, если они были вложены в НПФ. Подписанное постановление будет способствовать повышению доверия застрахованных лиц к негосударственным пенсионным фондам, считают в правительстве. В свете последних событий вряд ли. Реальные располагаемые денежные доходы населения, по предварительным данным, в июле 2014 года увеличились на 2,3% по отношению к июню текущего года. Такие данные приводит Росстат. В январе-июле 2014 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата в июле по оценкам Росстата составила 32 715 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,4%. В январе-июле 2014 года этот показатель по сравнению с январем-июлем 2013 года увеличился на 10,4%. Безработица в России в июле 2014 года осталась на уровне июня и составила 4,9%, говорится в оперативном докладе Росстата. По предварительным итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости в июле 2014 года 3 миллиона 700 тысяч человек или 4,9% экономически активного населения квалифицировались как безработные. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано 900 тысяч человек, в том числе 700 тысяч человек получали пособия по безработице. Численность экономически активного населения в июле 2014 года составила 76 миллионов человек или более 53% от общей численности населения страны. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте! Вы смотрите Самарские новости спорта Сергея Кизоркина. Самарский пятиборец Александр Лифанов – олимпийский чемпион. Тольяттинская гандболистка Елизавета Малашенко претендует на олимпийское золото. Баскетболист из Тольятти не знает поражений на Китайской Олимпиаде. Сборная страны по баскетболу на юношеских олимпийских играх пока играет без поражений. Очередные две победы спортсмены записали в свой актив после встреч со сборными Румынии и Туниса со счетом 21-17 и 17-13 соответственно. За российскую команду играет и наш земляк – тольяттинец из спортшколы «Красные крылья» Кирилл Горнаев. В каждом матче он забросил по четыре мяча. Продолжаем олимпийскую тему. На гандбольном турнире девушек Россия в полуфинальном матче встречалась с Бразилией. За нашу национальную сборную выступает тольяттинская спортсменка Елизавета Малашенко. В этой встрече ей удалось трижды поразить кольцо соперниц. И уже к 30-й минуте матча россиянки вели 17-7. В итоге победа им досталась при счете 30-22. В матче за первое место сборной России конкуренцию составит команда Кореи. Кстати, она уже была повержена нашими гандболистками на предварительном этапе турнира. Самарский пятиборец Александр Лифанов завоевал золотую медаль летних юношеских Олимпийских игр. В борьбе за первое место он опередил соперника из Венгрии. В первом виде программы фехтование Лифанов показал лишь 16-й результат среди 24-х участников. Успешное выступление в плавании «Самарец» стал третьим, позволило ему выйти в лидирующую группу. В комбайне «Бег и стрельба» он стартовал четвертым. Отставание от лидера Венгра Диерда Ригоша составило 16 секунд. Александр Лифанов не только догнал соперника, но и на финише опередил его на 9 секунд. Олимпийское золото в копилке самарского пятиборца. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Продолжение следует...